А теперь о еще одном происшествии недели. В понедельник в прямом эфире программы «Время» за спиной ведущей появилась женщина с плакатом. Мы взяли паузу, чтобы разобраться. Несколько слов по этому поводу из уст моего коллеги, шефа новостей Первого канала, Кирилла Клеймёнова. Он сейчас рядом со мной в этой студии. Конечно, не по этому поводу хотел появиться здесь, в этой студии. Но, как говорят французские партнеры, на блеск оближ. Положение обязывает. В данном случае мое служебное положение. Когда гибнут люди, это, конечно, очень, очень плохо. Это, надеюсь, понимает каждый. Но в то же время появляется внезапная, что ли, ясность. Если бы не нынешняя ситуация, я наверняка не узнал бы многого о своих коллегах. О людях, с которыми я бок о бок проработал не один десяток лет. Слава Богу, в основном я ни в ком из своих товарищей не разочаровался. Надеюсь, это взаимно. И, честно говоря, единственное исключение, подтверждающее правило, не стоило бы упоминания. Если бы ни одно обстоятельство. Вот оно. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. Через считанные минуты. Вот эта картинка была уже во всех ведущих западных СМИ. Это не метафора. Вот. Сами видите. А у входа в телецентр стоял адвокат женщины с плакатом. Тоже представьте через считанные минуты. Незадолго до этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством. С его сотрудником, конечно. Пусть даже он, как говорится, и в штатском. Я вот, например, никогда не вел. К чему это я? Нет, не к шпиономании. Этим пусть специально обученные люди занимаются. Я к тому, чтобы называть вещи своими именами. И только. Эмоциональный порыв – это одно. А предательство – совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус, кстати, чтобы и предыдущего не лишаться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты. Так вот, предательство – это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно. Но назвать вещи своими именами обязательно надо. А то ведь если бы известный поступок за 30 серебряников назвали порывом души, глядишь, мировая история пошла бы иначе. На всякий случай желаю всем здоровья. Всем без исключения. Даже предателям. Им и так с этим грузом жить дальше.